Добрый день, добро пожаловать на канал Перевод Жив, с вами Дмитрий Бузаджи и Александр Шейн. И этим видео мы начинаем цикл выпусков, посвященных библеизмам, то есть библейским словам, выражениям и аллюзиям в переводе. Раз, раз, перевод жив. Сначала два слова для тех, кто не в теме, почему это очень важная область, важный пласт лексики и знаний, по крайней мере для тех, кто работает с такими языками, принадлежащими во многом к западной культуре, как русский и английский. Библия – это фундаментально важный труд для всей христианской культуры, в том числе и русской культуры, и англоязычной культуры. И библейские слова, выражения и сюжеты очень прочно вошли в ткань современного языка. А древний мудрец-ухглезиаст говорил, говорил, пора собирать, пора разбрасывать. Ну, рассказал тогда что-нибудь про келезиасты или еще что-то. Время обнимать и время отклоняться от объятий. А, понял. Я сказал, нет, я не буду подставлять левую, когда меня бьют по правой. Петя, да что же так, суетаться, это, утомление духа. Можно увидеть, как непрямые цитаты из Библии в самых разных текстах, включая выступления политиков, статьи на самые разные темы, ну, естественно, и в художественной литературе, так и использование определенных крылатых выражений из Библии или просто даже фразеологизмов о библейском происхождении, которых многие люди даже и не догадываются, но тем не менее, которые имеют отношение именно, имеют происхождение именно в библейских текстах. И если, когда речь идет о чистых фразеологизмах, мы, может быть, можем обойтись без этих знаний, ну, может быть, не так важно понимать, что выражение не на йоту связано с текстом на горной проповеди. Мы и так знаем, что это означает никак, ни в какой мере, и все, да? То в тех случаях, когда это действительно цитирование или использование крылатых выражений, в которых все-таки библейский контекст просматривается, вот в этих случаях понимание происхождения того или иного слова или выражения может быть очень важным. Может просто означать для переводчика разницу между пониманием и непониманием. Особенно если мы говорим об устном переводе, если мы говорим об ораторе, потому что у нас в этом случае нет возможности проверить что-то экзотическое, нам встретившееся в тексте. Надо это распознать сразу. Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому, да и в культурном плане тоже, мы решили сделать некий цикл передач, который будет посвящен именно самым распространенным словам и выражениям, имеющим библейское происхождение в английском и русском языках. При этом мы построим эти видео не в каком-то алфавитном порядке, не как словарь, а постараемся скомбинировать эти выражения по ключевым сюжетам и в некоторых случаях книгам Библии, чтобы можно было их удобнее как-то запоминать. И при этом мы не претендуем на, естественно, исчерпывающую полноту, в принципе, есть специальные словари даже библейской лексики, то есть желающим есть к чему обратиться, но мы постараемся дать тот минимум фундаментальный, который уже поможет сориентироваться, ну и если пробудит это интерес наших зрителей, то они смогут уже дальше сами расширить свои знания и представления. Раз, раз, перевод жив. Итак, сегодня мы начнем с сюжета Рождества Христова, то есть мы сразу начинаем с Нового Завета, все-таки, наверное, в плане цитат и важности Новый Завет для христианской культуры. Может быть, он более значим, более плодотворен, чем Ветхий Завет. Сегодня обсудим те слова и выражения, которые можно загруппировать вокруг сюжета Рождества Христова. Согласно Библии, во время рождения Иисуса Христа, во время предшествующего непосредственно его рождению в Римской империи, которая находилась под властью императора Августа, было решено провести перепись населения. В результате жителям Иудеи надо было вернуться в те города, где жили их предки. И в этой связи Святая Дева Мария и ее муж праведный Иосиф, которые, в общем-то, жили в Назарете, должны были прийти в Вифлеем, поскольку они происходили из рода царя Давида, и потомки его были приписаны к этому городу. Оказавшись в Вифлееме, они не смогли найти себе пристанище, были вынуждены расположиться на окраине города, в пещере, которую использовали для своих нужд пастухи. И вот как раз в этот момент пришло время Марии родить. Таким образом, младенец Иисус родился в пещере и был помещен после рождения в ясли. Такое вот значение для кормушки для скота. По-английски это manger. После этого пастухам явились ангелы, и послышалось ангельское пение. Сказали, что они шли в пещеру, поклонились младенцу Иисусу. И в этом контексте упоминается фраза, в Библии фигурирует фраза, вот, из песнопения ангелов слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеческих благоволение. Но мы к этой фразе еще вернемся попозже. Пастухи поклонились младенцу Иисусу. Через какое-то время из восточных стран пришли сперва в Иерусалим три мудреца-волхва, которые следовали за звездой и рассчитали, поняли, что родился царь иудейский. В Иерусалиме они спросили, где находится этот царь иудейский. Эти расспросы не понравились царю Ироду, который царствовал в Иудее. Замыслив недоброе, он попросил волхвов самим найти Иисуса, и на обратном пути рассказать ему, где он находится, чтобы он тоже, как он сказал, мог ему поклониться. Но волхвы дальше Иисуса нашли, однако поняли, им было дано знамение, что рассказывать Иероду об этом не надо, и они вернулись в свои страны не через Иерусалим. Иисусу они тоже поклонились и принесли ему дары, золото Ладан и Смирна. Иерусалим 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 Иерача, не получив сведений о местонахождении Иисуса, Он через какое-то время понял, что этих сведений не будет, очень разозлился и, не желая, так сказать, мириться с тем, что родился какой-то другой царь иудейский, а не он, приказал уничтожить Вифлееме и его окрестностях всех младенцев младше двух лет. Но ангел предупредил Марию и Иосифа об этом, и они успели спастись, убежав в Египет. После пребывания в Египте, значит, они переждали какое-то время, Ирод умер, и уже после смерти Ирода Иосиф, Мария и Иисус вернулись в Назарет. Вот краткое, такое упрощенное изложение фактов, связанных с сюжетом Рождества. Добавим сюда еще одно событие. На сороковой день после рождения Иисуса, Пресвятая Дева Мария вместе с праведным Иосифом принесли Иисуса Христа, новорожденного в храм, чтобы посвятить его Господу. И там состоялась встреча его с старцем Симеоном, которому было дано пророчество, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Мессию, спасителя мира. И Симеон вот в этот момент увидел Иисуса, взял его на руки и сказал, что вот теперь он может спокойно умереть. Раз, раз, перевод жив. Теперь давайте поговорим о тех словах и выражениях, которые связаны с этими сюжетами, что может быть полезно, интересно переводчикам, ну и в общем-то в любом случае образованным людям, общающимся на двух этих языках. Вифлеем, ну город, да, стоит помнить, что по-английски он Bethlehem, ну вот, если это встретится, а это может встретиться в контексте, стоит об этом помнить. Царь Ирод, по-английски Herod, и для тех, кто, для кого русский, например, не родной, отметим, что Ирод очень часто используется в русском языке, как имя нарицательное, как обозначение какого-то злодея, жестокого человека. Ну, соответственно, Назарет, Назарет, кто поклонялся младенцу Иисусу, вот в русском, в русском тексте мы читаем о трех волхвах, или о мудрецах волхвах, в английском они фигурируют как three wise men, но также часто можно встретить обозначение magi. Множественное число от magus. Ну, вот, те, кто помнит знаменитый, по крайней мере, в свое время рассказ о Генри, который известен по-русски как Дары волхвов, The Gifts of the Magi. Что они подарили Иисусу? Золото, ладан и смирну. Gold, frankincense and myrrh. Царь иудейский, это то, как фигурирует обозначение Иисуса в русском переводе Библии, в Библии короля Якова английской, king of the Jews. Сюжет, который связан с попыткой Ирода избавиться от царя иудейского, в русском языке дал выражение избиения младенцев. По-русски избиение младенцев обычно сегодня используется немножко в шутливом контексте, когда речь идет о неравной схватке, когда кто-то заведомо более сильный, могущественный легко в том или ином смысле побеждает своего оппонента. Фраза, которую я уже упоминал, слава вышних Богу и на земле мир во человеческих благоволения. Значит, это в таком виде, она фигурирует в церковно-славянском переводе Библии, поэтому мы имеем в человеческих, на земли мир. В синодальном переводе, то есть переводе на современный русский язык, там в человек, на земле и в человеках. Здесь, скорее, эта фраза нас больше интересует с точки зрения перевода с английского на русский, потому что соответствующий вариант из Библии короля Якова очень часто можно встретить в англоязычной публицистике. Эта фраза очень часто, во-первых, в принципе, фигурирует где-то в контекстах Рождества, вот в районе, когда отмечают Рождество, она вот там и сям мелькает. Кроме того, часть ее, особенно концовка, часто используется и как крылатые выражения, обозначающие все спокойно, все хорошо. Может быть, наоборот, когда некое чувство ложной самоуспокойности, какой-то благостности. И добавим, что очень часто, когда она используется именно в публицистике, она используется немножко в видоизмененном виде, не «on earth peace, good will toward men», а «peace on earth, good will toward men». Ну и еще два слова и выражения, связанных уже с эпизодом со старцем Симеоном. В церковно-славянском переводе Библии Симеон говорит «ныне отпущайши раба твоего», говорит он Богу, что теперь он может спокойно умереть. И ныне отпущайшие, ну, по крайней мере, вот в классической русской литературе, филитонистике довольно часто используются, опять же, может быть, даже в ироническом смысле, как обозначение того, что кто-то наконец-то закончил какое-то очень важное дело, или ему позволили разделаться с чем-то, может быть, трудным и долгим, и вот все, теперь человек сбросил с себя тяжелый груз. В английском, наверное, такое употребление менее типично, но, в принципе, по-английски этому месту соответствует «Lord, now lettest thou thy servant depart in peace», вот, а соответствующая молитва часто фигурирует под латинским наименованием «nung dimittis», «ныне отпущайши». Ну, и сам праздник, один из важнейших праздников для православного христианства, отмечающийся на сороковой день после Рождества, праздник Сретения, то есть встречи, по-английски обозначается «the presentation of Jesus», иногда «the presentation of Jesus at the temple». И вообще, заметим в скобках, название важнейших церковных праздников стоит выучить на рабочих языках, потому что они часто весьма неожиданным образом передаются, скажем так, с учетом традиций, и при этом они могут упоминаться в речах совершенно спокойно, особенно если какое-то событие совпадает с каким-то церковным праздником. На этом эта часть закончена, спасибо за внимание, до новых встреч и подписывайтесь на наш канал.